Ну, отношение к Путину у меня там из нескольких пластов складывается, потому что с одной стороны я имел возможность, работая в администрации президента, быть знакомым с его графиком работы, стилем работы. Вот я сидел как раз в кабинете, напротив меня находилась приемная начальника политического планирования, и я спокойно, у секретарш, мог всегда посмотреть, так сказать, одним глазом график работы Путина. И я видел, что это страшный график, который ни одному человеку, мне кажется, просто живому не выдержит. То есть это бесконечные мероприятия, встречи и так далее, это поездки бесконечные на самолетах и иногда различные часовые пояса, то есть не просто там куда-то на Байкал, но и там в Латинскую Америку, куда-то там в Европу и так далее. То есть совершенно непонятно просто, когда он спит, как он это все выдерживает, как он там летает и так далее. И работает он допоздна, очень часто у нас начальники сидели там до 10 до 11 вечера и ждали, когда им можно будет самим уйти домой, потому что Путин еще, так сказать, работает и в любой момент может позвонить. То есть это такой вот сверхчеловек реально по своей работоспособности. Там отдых у него там, ну две недели в году, он в Сочи отдыхает, но к нему там все равно какие-то губернаторы поезжают и так далее. Это они отдохнуть ему толком тоже не дают. Вот. И здесь очень важная вещь, что когда кто-то вот оценивает Путина, а сейчас это ну как бы постоянно, вот сейчас только что он послание прочитал там, да, ежегодное. Я вижу полный интернет всяких высказываний. Там Путин сделал то, Путин сделал все, вот это правильно он сказал, это неправильно, или здесь вот он ошибся, не ошибся и так далее. Я вообще, честно говоря, у меня полное, вот какое-то ощущение какого-то гигантского недоразумения по этому поводу. Эти оценки просто смешны. Путин это человек, так сказать, прокачанный до 80-го левела, да, как говорится, если языком геймера, да, он настолько как бы там высоко, да, стоит, то, что вот оценки людей, которые не прошли там даже там пятый уровень или третий, да, они совершенно смешны, они вообще не могут иметь никакого серьезного значения. Неужели кто-то правда думает, что условно говоря, там, Путину повезло, что он стал президентом? Вот случайно там шли, шел по улице, да, и на него там как бы это, как вот как будто копейку он там нашел, да, и стал президент. На самом деле мы всегда должны понять, что никого повезло не бывает, везет всегда кому надо, а кому надо не везет, вот. И когда человек исходит из вот этой позиции, что он там критикует, да, и говорит, Путин сделал правильно, вот это неправильно, это он правильно сказал, это он неправильно сказал, он как бы исходит из позиции, значит, вот как бы, что бы я сделал на его месте? Что бы я сделал на его месте? Или что ему надо сделать на его месте? Но у меня тогда возникает вопрос, а почему ты его на его месте? Почему ты не оказался на его месте? Вот Путин на своем президентском месте оказался, а ты не оказался. Вот. И не оказался ты там не потому, что, значит, не хотел, как многие себя обманывают, да, некоторые говорят, да я и не хотел президентом быть там и вообще. Нет, такие люди, которые действительно не хотели быть президентом, такие люди есть. Какая-нибудь Агафья Лыкова живет в Хакасской тайге, спасает душу, она староверка, молится там Богу, каждый день там грибы какие-нибудь собирает, да, там воду кипятит и так далее. Но я вас уверяю, она Путина не оценивает, она смотрит там какое-нибудь послание, ей телевизор, наверное, купили, но она не задает себе вопросом, это правильно, это неправильно, это я бы так сделал и так далее. Или какой-нибудь профессор философии, изучающий там древнюю Грецию или там древний Китай или Индию и так далее, он тоже не сидит, он не хочет быть президентом, но он тоже сидит и не оценивает и не говорит. А вот тот, кто оценивает, тот, кто говорит, вот это правильно, это неправильно, это он сделал так, это сделал не так, это на самом деле человек, который вовсе не претендует, то есть он на самом деле находится в том же модусе. То есть он, по сути дела, действует из залога, как надо действовать на месте президента. Это вот как раз из серии того, что, значит, как мы говорим, как жаль, что, значит, как же эта шутка-то звучит, все парикмахеры и таксисты уже работают таксистами и парикмахерами, вот, уже заняли все эти вакансии, да, и вот здесь вот оно как раз в этом и состоится. Он говорит, что оценки, которые они дают, возникли, даются от человека, который сам не прошел вот эти уровни самые президентские, но существуют в одном и том самом модусе. А Путин их прошел, то есть Путин там, например, занимался дзюдо, да, он, ну, кроме того, что он здоровье там свое, как сказать, как бы сохранял, да, тем самым там, спортивную форму, но кроме того, он освоил определенную философию, там, что стоя на цыпочках не простоишь долго, да, то есть нужно отдыхать. А это значит, что инь и янь существуют, да, что вдох и выдох существуют, что нельзя все время наступать, вот, все время у нас там предъявляют наши патриоты претензии, а, там, почему не взять Донбасс, не дойти до Берлина, вообще всех, а подождите, ребят, вдох, выдох, вдох, выдох, да, всегда есть какие-то чередования. Потом Путин понимает, что есть всегда партнер, то есть инь и янь, опять-таки, да, что ты не один, что есть диалектическая система отношений и сил различных на планете, и ты должен с ней считаться, ловить какие-то ее реакции и так далее. Он, это ему там дзюдо дало, он в коллективах работал различных, да, в ФСБ в том же самом, да, это военный коллектив, где определенная, там, сказать, дисциплина существует, да, он сумел свое я определенное, да, засунуть себе очень глубоко в карман. И он очень скромным человеком является, его, как бы, обучили скромность. Это очень важная вещь, потому что, вот он, кстати, сейчас в послании тоже по этому поводу выступил и сказал, что, ребят, а вы поймите, что если вы считаете себя самыми умными, так вы тогда должны скромнее других быть, вот. А те, кто вылазит со своим умом куда-то и говорит, я вот там на месте президента бы сделал так, или он сказал неправильно, там, что-то там еще осуждает, но этот человек, на самом деле, видимо, как раз недалекого ума. Потому что разная, разная судьба, собственно, у этих людей будет. Потому что Путин в любом коллективе, в котором он работал, везде становился авторитетным человеком. Он считался надежным, он никого не раздражал своим яконьем, своим показыванием, что он самый крутой, а все остальные никто и так далее. И в каждый коллектив, в котором он работал, считал его должным как бы повысить, рекомендовать, да, и как должно это все воспринимать. Так вот, когда мы видим, что он добрался до этого уровня, то мы представляем себе другого человека, который мог бы быть более ярким, значит, с павлинями-перьями, да, который в любой коллектив приходит, начинает самоутверждаться, самоутверждаться. Чему нас многие учат, там, разные коучи, разные, так сказать, эти, там, быть лидером, там, или еще кем-то. Да, но потом ты настраиваешь против себя весь коллектив, все целое, да, потом тебя выгоняют, потом ты меняешь 10 мест работ, значит, оказывается, что у тебя очень паршивое резюме на 11-ю работу тебя просто не берут. Вот, и возникает совершенно другая ситуация, что вот этот вот Путин, которого оппозиция говорит, там, пустышка, моль, там, серый исполнитель, там, еще, который там, да, 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 а ты весь такой крутой и самореализующийся и так далее, имеешь судьбу там, так сказать, полного абсолютного неудачника, который не прошел ни один уровень. Вот, то есть Путин прошел 80 уровней, да, а ты не прошел ни один, везде тебя выгоняли, ты не справился, тебе жизнь подкидывала проблемы, трудности, да, а ты не догадался ни разу, как их обойти. Ни разу не догадался, что с тебя требуются определенные вещи. Ни разу не извлек урок из того, что, там, ты потерпел какую-то неудачу. Ты обвинил в этой неудаче других и пошел в другое место, чтобы, значит, заново новую такую же неудачу совершить. И вот эти все как раз, как правило, всевозможные отребия, оно Путина и критикует. Потому что, если мы посмотрим, кто эти люди, то там, ну, жизнь, она сама за них все покажет. И если мы посмотрим на как раз на элиты и так далее, то они в основном относятся к Путину с уважением. Ну, есть творческие люди, которые, в принципе, свою эту индивидуальность делают, значит, предметом искусства, да, какой-нибудь джигурда и так далее. Он, может, тоже, наверное, Путина критикует, но, собственно говоря, мы его на месте президента и не держим. Есть уровни, вот эти вот, да, я говорю, 80-й левел, на которых Путину там доступна определенная информация, которая недоступна нам. Он сидит там в бане, спарится с Берлускони, или встречается с китайским лидером, или встречается с каким-то немецким министром. Он получает абсолютно достоверную информацию, что делают те или иные политические силы, каковы их намерения, каковы решения, принятые на каких-то совещаниях, в закрытых клубах и так далее. Работает внешняя разведка, работает ФСБ и так далее. Все это ежедневно Путину на стол кладется, да. И он обладает той информацией, которую ни один из нас, в принципе, не обладает. И когда он принимает те или иные решения, то он, условно говоря, лучше знает, значит, то, что он делает, чем любой читатель самых умных книг, газет и так далее. А, скорее всего, это не читатель умных книг. Это человек, который читатель или слушатель, там, Радио Свободы, Эхо Москвы, каких-то оппозиционных блогеров и так далее. То есть, весь тот дилетантизм, который плавает вот в этих самых СМИ, он собирает, забивает себе в голову, и на основании этого он судит президента. Он говорит, что там, вот, президент в чем-то прав или в чем-то он не прав. Ну, я не говорю, просто нет по этому поводу слов. Кроме того, я вообще считаю, что первое лицо государства, любое, должно быть вообще избавлено от вот этих вот внешних таких оценок. Мы, в принципе, по определению изначально должны относиться к нему так же, как к гербу, флагу, как к святыням нашим, как к истории и так далее. Просто потому, что он воплощает наше государство. Мы должны, в принципе, относиться к нему с почтением и с уважением, а не заниматься тем, что мы даем ему, выставляем какие-то оценки. Вот. Даже если мы чем-то недовольны, вот, в своей жизни. Вот, пришел я там, мне какую-то там помощь неправильно хирург оказал или еще что-то там такое, да, или мне там в школе там что-то не нравится, да, гаишник меня взятку вымогает и так далее. И мы, конечно, не все, все мы не всегда встречаемся с определенными недовольствами в жизни, но мы должны их четко локализовать, понимать, где эта проблема в конкретном человеке, в системе, в ситуации, которую кто-то стремится улучшить и так далее. Но в любом случае не заниматься тем, чтобы хаять первое лицо государства. Как говорил один китайский мудрец, печалиться о государстве нужно в мыслях, не надо печалиться о нем вслух. Потому что, когда мы печалимся вслух, когда мы создаем ненужный такой пиар большой, да, вокруг этого, это ведет, собственно говоря, к разрушению, а любое разрушение государства, посмотрите на Украину, оно по своим последствиям чрезвычайно трагичнее, чем все наши мелкие неприятности в нашей жизни. Все наши взятки гаишникам, все наши ошибки, которые может доктор совершить, очереди какие-то, которые могут быть в банке, когда я плачу, это меня раздражает, или еще что-то такое. Но это совершенно несравнимо с войной, с голодом, с тем, что может электричество отключиться, еще что-то, в чем сейчас живет Украина, или Сирия, или другие страны, разрушенные именно тем, что там начали Ливия, кстати говоря, что там снесли государство под предлогом снесения первого лица. То есть, казалось бы, ну уберем только Януковича, уберем только Каддахи. Всего лишь вот такая мелочь, подумаешь, один человеку ничего не значит. А оказалось, что разрушается абсолютно все.